Здравствуйте! Мы начинаем курс, посвященный изучению визуальных эффектов в программе 3D Studio Max. Первый урок посвятим изучению плагина, который называется Fumifix. Один из элементов, часто встречающихся при создании визуальных эффектов, это создание огня и дыма. То есть, не важно, что это взрыв, огонь от костра, факела, туман или какой-то дымящийся объект, все это можно воссоздать при помощи 3D-пакетов. В тех случаях, когда есть возможность использовать футажи, то есть готовые в виде материала, то, конечно, эффекты смотрятся очень реалистично. Однако, благодаря таким плагинам, как Fumifix, мы имеем возможность довольно детально воссоздать такие сложные элементы, как огонь или дым. Сложность заключается в том, что, скажем, при симуляции физики, к примеру, разрушении геометрии и так далее, просчет основывается на сравнительно небольшом количестве факторов, то есть вес, гравитация и так далее. При симуляции огня, для хорошего реализма, нам нужно настроить довольно большое количество факторов, которые на него влияют. Человек никогда особо не задумывается над тем, как должен гореть огонь, точнее, каким он должен быть. То есть, понятно, если много дров – большой огонь, мало – маленький. Насчет остального, а именно, какими должны быть языки пламени, какого цвета и как они должны себя вести, сколько и какого дыма будет – этого всего человек особо не замечает. Но если этого всего не учесть, то на подсознательном уровне человек будет видеть, что огонь этот какой-то нереалистичный. Поэтому при создании такого рода эффектов постарайтесь потратить больше времени на всевозможные настройки. Итак, рассмотрим принцип работы плагинов FEMIFIX. В уроке я использую версию 3DMAX 2012 64-бита, версия плагина 2.1, последняя на данный момент. Если вы знакомы с программой 3D Studio Max, то это замечательно. Если нет, то не мешало бы слегка подучить основы работы в этой программе, хотя бы на уровне начинающего пользователя. Что нужно знать в Max для комфортной работы VFX? Лично я для этого использую довольно хорошие плагины, такие как FEMIFIX, Krakato, Afterburn, TP, то есть Syncing Particles, Refire и так далее. По возможности постараемся ознакомиться с работой самых интересных. Но пока остановимся на FEMIFIX. Так вот, конечно основные настройки для разнообразных симуляций эффектов и так далее будут производиться непосредственно в самих плагинах. И эти настройки мы будем изучать. Однако для создания простых эффектов нам все-таки понадобится знание программы. Лично я, мягко говоря, не очень силен моделирования и анимации, а точнее знаю лишь основы. Ну, что вам понадобится, это знание о создании простых элементарных объектов. Знание часто используемых модификаторов для того, чтобы изменять эту самую геометрию. Основы использования разнообразных материалов и текстур. Поскольку зачастую создание эффектов происходит не только при помощи геометрии, но и зависит от текстуры. Поэтому, как правильно наложить текстуру, как создать карту шума или хотя бы градиенты, это тот минимум, который вам может понадобиться. Особенно в процессе изучения, когда перед вами не всегда будет готовая анимированная сцена для создания эффекта. Кое-что придется создавать самим или хотя бы научиться использовать уже готовые. Также не мешало бы ознакомиться с работой частичек. Довольно мощный генератор частичек в Максе называется Particle Flow. Мы не будем ни раз с ним работать по ходу. Будем его изучать, кто не в курсе. Полностью посвятить курс изучению Particle Flow, наверное, не стоит. Помню, когда-то было у меня 3 DVD, посвященных изучению этого элемента. Даже не помню, прошел я их или нет. Так что ознакомиться с плагином можно и без особых знаний Макса. Однако, если вы хотите с ним в дальнейшем работать, то подучить немножко придется. Благо, разнообразного материала на русском языке в интернете предостаточно. Продолжение следует...